ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР СИСТЕМА ПРЕДУПРОЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ ДАЮТ ВУЧЕТ, ОТТВОРИТЕ А ЛЕТИМ МЫ, ДРУЗЬЯ, КО ЭТОМ ОБЛАЧКУ ОНО ВИДНО, ХОРОШО БЕЖДНОЙ ЭНЕРГИЯ ПУТ СОВЕШЕННО ОЧЕВИДНО КУДА ЛЕТЕТЕТЬ А СЕЙЧЕС ЕЩЕ РАСЬ Я СБРОШУ СКОРЫЙ, ЧТОБУ ВАУСА ВЗЯТЬ НА КОНЕ ВРИАНСОНА СМОТРИЕ, КАК ЭТО КРАСЬОА Вот ОН ВРИАНСОН ОП КОМЕНЯЮ РАКУРС ОП СТОЛИТЕ, ОТ ТАК АА, КРАСОТА И ВОТ ЭТО МЕСТЕ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕННОЙ ТЕМ СТОСТИТЕ СТОТИТЕ, ЗДЕСЬ СКАЛА КРАСНОГО ЦВЕТА Я ПОМНЮ В ОДИМЕЙ ПЕРЫХ ДНЕЙ, КАДА Я ЛЕТАМ С ИНСТРУКТОРАМ С РИДЖИСОМ ЛЕТАЛ ВОДЕСЬ Он меня в первый же день сюда притащил, и я еще думал, какая красивая, классная, красная шкала. Неужели я когда-нибудь смогу до нее долететь? Ну, и долетел. Ну, потом искал, чтобы очень много летали во всякие красивые места. Посмотрите, друзья, какая красивая долина. Она вся застроена вот этими горнолыжными штучками, домиками, шалешечками. У меня здесь огромное количество мест для совершенно... Вот, поднимает нас, сбрасываем скорость, да, идем помедленнее. Позитивнейший мест пути для каталки. И вот эта долина еще удобнее тем, что когда возвращаешься с северов, если пришел на вот этот склон длинничий, то дальше там считаю, что уже точно долетаешь за дому. Ну, по крайней мере, к Бриансону можно спуститься. А от Бриансона, в общем-то, если какая-то высота еще есть, спокойно до Санкт-Петербурга дотягивается. Так, долина-выручалочка. Вот эти шестолы, они обычно работают красиво, дышат энергией. Они сейчас должны дышать. Сейчас мы где-то с Палсом поток будем брать. Посмотрим. Ну, телесочек. Все елочки прогреваются. И где-то там зона отрыва. Ну, и облако демаскирует эту систему. Оно показывает, куда поднимается воздух какой-то влажный, который, в общем-то, и образует облака. Попробуем, Клаус, вот с этого ракурса подобраться. Если он закручивать будет, то, скорее всего, должен закручивать вправо, наверное. Нет, закручивает влево. Оп! И я к нему подстраиваюсь. Смотрите, как важно наблюдать. Вот так бы не увидел. И все, сойдет. Оп! Не вписались мы с первого раза. Ну, это понятно. Клаус протягивает. Вот так вот, вот она, игра. Пробуем. Ну, not so bad. Ну, встаем здесь на борт, как закончен набор. Опять вам покажу красивую картинку. Ну, друзья, мы неплохо центрировали поток. Видите, сначала вот эти вот наши прыжки, ковыряния. А сейчас вот до 5 метров стрелочка показывает. Понятно, что немножечко меньше есть на среднителе. Но в целом хорошо набираем. Ну, вот как это выглядит. Над долиной Бриансон. И мне интересно, куда учитель поведет дальше. Напротив меня стоит. 4,6, смотрите, поток. О! Ну, это был кратковременно, 4,6. Потом чуть уменьшился. Сейчас опять увеличится. Сейчас чуть-чуть подскользну сюда. И закручиваю чуть сильнее. И, значит, я сейчас спешу сюда, поток. Он будет прям не выскочим из него. Видите, о! Вот не выскочили. Я хорошо протянул. Ну, сейчас чуть-чуть вот здесь выскочили. Видите, вот сейчас спироподленность достигнет некого максимума. Начнет опять чуть-чуть падать. Ну, поэтому каждую спиральку приходится подправлять. В среднем у нас около 4 метров. Несмотря на то, что забросы там за 5. Куда же дальше? Интересно, а? Зачем уже? Вот мы дошли до уровня облаков, друзья. Выше уже нельзя. И Клаус, похоже, вот выходит. Поэтому мы за ним. Вот он пошел на... Бриансон пошел. Я думаю, что он пойдет, скорее всего, сейчас на юг. То есть я думаю, что дальше на север мы уже не пойдем. Тем более, что там особой погоды нет. Ну, посмотрим. Может быть, на область линкор сгоняет. Посмотрим. Ну, в любом случае, мы за ним. Все у нас хорошо. Погода бомба. Эй! А шпарим мы, друзья, сейчас. Границы с Италией. Подходим. Сейчас я вам покажу. Вот в центре кадра Клаус. А граница вон она. За вот этой горочкой. Вот уже. Собственно, рядышком при рядышком. Мы, наверное, на нее, сейчас на эту горочку, скарабкаемся потом. Ну, пока вот. Места знакомые. Здесь обычно, когда такая хорошая погода, огромное количество планировок собирается. Потом дальше прыгает. Если бы мы ходили на какой-то мотерхорд, то вот. Скажем так. Нос наш вот куда смотрит, туда бы мы куда-то и полетели. Клаус, я так понимаю, что хочет максимально на юг поставить точку крайнюю, чтобы удлинить дистанцию маршрута. Ну, это такой спортивный уже нюанс. Нам-то это, в общем-то, не сильно важно. Но, повторяем, вот это облако, видите, висит. Это крайнее место, где можно, ну, визуально можно взять энергию. Конечно, там дальше тоже какие-то облака висят. Но там уже очень высокая кромка и очень много снега в этих горах. Не факт, что это будет оптимально. Вот эта долинка, друзья, очень интересная. Она идет, 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 идет. Там есть не очень высокий перевал, который ведет в сторону Гренобля. То есть, вот из Брянсона можно доехать до Гренобля по вот этой дороге. Дорога красивейшая, просто потрясающая дорога. Я вам категорически рекомендую когда-нибудь по ней съездить. Мы на ней летаем. Я никогда туда не ездил, но с удовольствием бы когда-нибудь попробовал это. Да, смотрите-ка, возможно, вот сейчас Клаус пересекает границу с Италией по хребту, и мы залетим немножечко в Италию. Как я и думал, это облако его манит. Ну, хорошо. Так, я его потерял. Видишь его? Да, вижу. А, вот, вижу. Видите, друзья, там мелькнул снег как-то неудачно, и... Ну, все, Клаус и не вижу. Вот он. Вот, оп, поток. Не знаю, набираем здесь или нет, или просто разворачиваемся. Ну, такой ядреный поточек. Интересно, останемся? Я бы остался. Ну, останемся. Только я из него выпал. Ну, пол витка было хороших, и облака над нами нет, голубые термики. Интересно, может быть, на север дальше голубые термики пойдут? Было бы тоже прикольно. Вот она, скала, с которой этот поточек сходит. Так мы его шикарненько зацепили. И потом мазануя. Я мазанул. Ну, и Клаус тоже чуть-чуть мазанул. Оп. Вот сейчас... Нет, вот он больше кажется, этот поток, что он такой прям хороший. Я думаю, что Клаус просто наслаждается видами. И так чуть-чуть набрать. Не может, думает, рассчитывает его отцентрировать получше. Вот сюда надо чуть-чуть протянуть. По моим ощущениям. И теперь поэнергичней. Закрутить. Видите? Ну что, угадал? Да, смотрите-ка. Угадал я. Друзья, видите, я такой уже заплетающийся мне язык. Потому что я уже очень много разговариваю. Плюс я забыл воду. У меня теперь в горле чай еще пересохло. Вот я еще и пить хочу. Но все равно терплю. Снимаем вам контент-огонь. Снимаем вам контент-огонь. Снимаем. 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 Вот мы сейчас чуть сзади Клауса идем. Будет, скорее всего, направо подворачивать. Я готовлюсь, если что, энергично сбросить скорость, чтобы ему не мешать. Видите, таким коршуном над ним пристроился. Вообще, ведомый должен быть ниже. Снимаем. Но тогда снимать неудобно. Приподнял он нас. Клаус тоже, смотрите, вверх пошел. Сейчас он, скорее всего, закручивать будет. Смотрите. Право. Приготовьте. Закрыл. Это четверку. Оп. Четверочка. Мы в потоке, друзья. Вот как это выглядит вход. Трехметровом, кстати. Удачно вообще вписались. Прям чики-пики. Смотрите-ка. Не прав был я, что на север идти нельзя. Вроде как. Смотрится все достаточно вкусненько. Просто было время ранее. Еще облака не успели сформироваться. Сейчас прям нарастает красота. Так что... Ну и кромочка, смотрите, уже 3300. А это облако, я думаю, будет 3600. Not so bad. Можно на север сходить. Так что приключения еще. Продолжаются. Эгей. Здесь над нами индикатор потока облака. Источник потока холм. Вы, наверное, думаете, как это, переживаете, что я ничего не рассказываю про потоки. Друзья, тут настолько все очевидно. Течет по склону воздух. Вот по ребру, по ребру, по ребру. Вот сюда, на пирамидку этого склона. Вот видите, там. И отрывается. И дальше идет к нам. То есть вот в такой конфигурации достаточно легко искать потоки. Ну, тем более, когда летишь с Клаусом. Ну, видите, как набор у нас. Ну, на средителе, там, больше 4 метров в секунду, как вы видите. Ну, видите, как это выглядит на этом экранчике. Ну, видите, пока я тут вам рассказываю байки. Клаус нас потихонечку догоняет. Не смотря, это так, что мы оцентрировали хорошо и 4-6 метра держим. Ну, видите, как. Значит, у него 5. Так, выключаю я этот стыд. Пролетает Клаус на фоне облачков. Будет сейчас выходить. Следующий виток уже бесполезен. Да, дальше на север сейчас пойдем. Закрылок, приготовься. Двойку. Угу. Два, да? Да. Пошли за Клаусом дальше на север. Эх, в такое время года на север я не летал. Ну, сейчас посмотрим, как оно там будет. Погода бомба. Погода бомба. Контент огонь. Ну, друзья, вам Клаус на границе. Точнее, вот вам, друзья, Клаус в Италии. Над снегами Италия. Сейчас я над ним пройду. Он подворачивает. Красиво. Силник. Чуть-чуть ниже. Отпущусь. Заодно догоню его. Вот она, долина Сюзе, которая ведет в Турино. Это Транки? Нет, это Италия уже. Мы сейчас в Италии, да. Под нами Клаус пролетает. Красотища. Сейчас еще озеро красиво будет. Потрясающе. Впереди озеро будет дальше, далеко. В дерево еще не долетели. Сейчас я справа Сюзу засниму. А вот видите, как в Италии, дальше в сторону Турино. Долина как Сюзе выглядит. Ну, там такие вполне нормальные рабочие облачка. Хорошие. Сейчас та самая погода крайне редкая, когда можно даже в сторону Турино слетать. Друзья, но мы туда точно не полетим. Я так понимаю, Клаус дальше хочет на север. Там вот вспышки высокие достаточно стоят. Так что, глядишь, мы еще дальше пройдем. Всем черт не шутится. Может быть, совсем дальше. Даже загадывать боюсь. Ну, вот, летим над скалами. Вот как это выглядит. Сейчас попробую вам... Оп! Сейчас я отверну. Клаус постоянно подворачивает куда-то. Ну, и я туда же. И под нами острые скалы. Важно понимать, что мы выше них. Вот те, кто едил, мы уже не проходим. А может, проходим. Перед нами скалы, да? Ну, вот, смотри, вот, да. Ну, какие красивые скалы, друзья, посмотрите. Две больших скалы, и между нами маленький скаленок. И над всем этим летит Клаус. Сейчас почти уже до озера долетели. Красивого, высотного, высокогорного. Посмотрим, набралось в него воды или нет. 3500 метров. А? 3500 метров. Да, высота хорошая. Все, я взял. Друзья, вы наблюдаете озеро. Вот какая здраведая плотина. Огромная совершенно. И вот под нами озеро. Я специально немножечко такой зигзаг сделал, чтобы показать. Видите, оно наполняется талой водой. Постепенно в предыдущий раз мы прилетали, воды было значительно меньше. Аклаус летит вот к этим склонам. Они стандартные здесь для набора около этого озера. Я думаю, мы сейчас станем скоро в набор. Над горкой видно облако. При этом недавно мы еще здесь летели, облака этого не было. Так что погода только нарастает. И я вижу, что дальше на север тоже вроде как все. Not so bad. Так что летим. Летим на север. Может быть, до Осты даже сегодня дотянем. Это было бы крайне круто. Клаус подтягивается к склончику. Над склончиком висит облако, но я еще не знаю, где мы с ребра возьмем этот поток. Или еще как-нибудь. Или вообще на ту сторону Дорина пойдем. Не знаю. Пока не знаю, но ситуация мне нравится. По крайней мере весело. Подворачивать налево Клаус. Мы его пропускаем. Налево туда-то пошел налево. Может, поток тут будет какой-то. Закрыл Т4. Не сталкнулось брать, что ли, здесь поток. Вот подише-то. Как странно. Вот это я бы, я не знаю, я бы закрутил бы. Может, он просто не вписался в первом разе. Он сказал, что потока нет. Ну, друзья, видимо, вот следующий склон. Видно, там тоже висит облако, даже тень от него видна. Да, он не стал здесь брать. Да, вот так вот, так вот для меня эта новость. Ладно, летим дальше. Бери ручку за Клаусом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А сейчас продолжим полет к Манблану. Недалеко осталось. Мы летим с Клаусом и наслаждайтесь. Это вообще легендарная штука. Это, наверное, первый раз за историю человечества, когда стримят с высоты 3200 рядом с Манбланом, подлетая к нему на планере. Мы летим в сторону Манблана, друзья. Сейчас я немножечко еще попозже покажу вам Манблан. Просто сейчас я сконцентрирован на том, что мы с Клаусом летим вместе. Южная сторона Манблана уже видна, друзья. Вот она у вас на экранах. Следующий, ребят. Друзья, мы двигаемся по долине, которая ведет к Манблану. Я вижу Клауса. Вот он на фоне белого снега. Мы двигаемся вместе с ним. Сейчас уже будем ближе к Манблану. А Манблан, друзья, вон он. Вот он, Манблан у нас. Сейчас мы к нему. Вот, я вижу, да, я сейчас тоже. Друзья, вот эта потрясающая картина вокруг. Мы ищем сейчас восходящий поток с большими усилиями. Никак у нас это не получается, друзья. С нами Клаус. Сейчас будет куда-то протягивать. Оп. Протягиваем в сторону вершинки. У нас вроде как поток есть. Во, вот он пошел. Вот Манблан, друзья, просвечивает через облака у вас впереди. Вот он. Вот он светится у вас. Вот пальцами я сейчас покажу. Вот он, Манблан. А это вся стенка Манбланная. Друзья, подлетаем к Манблану. У нас работает стрим и у нас работает камера GoPro 8. Вот смотрите, как это выглядит. Вашу маму и там, и там показывают. Ну, мы просто идем под грядами облаков. Очень удачно идем. Вот у нас справа Клаус. Мы на него наблюдаем. Планер веду не я. Ведет ученик. Ведет прекрасно. Я, видите, на камерах. Ну, красиво. Манблан верхушечка сейчас его вот этой дымкой затянута. Вот вы посмотрели на Манблан, полет к Манблану его в эфире. Такого никогда еще в мире не было. Тут я могу смело утверждать, что мы здесь первые, и вы первые зрители, которые смотрят стрим с неба. Мы будем усовершенствовать эту технологию. Но вы посмотрите, как классно тянет интернет. Высота сейчас 2900. У вас в центре кадра учитель Клаус. Посмотрите, какие белоснежные перевалы. Как вообще это фантастически красиво. Я думаю, что смотрите, набирать мы пойдем вот туда. Пока Клаус максимально приближается вот этому склону прямо по курсу. Может, рассчитывать там взять. Тем более, ветер у нас в левый борт. Сейчас к этим скалам придем, авось вытянет. Ой, стараюсь телефон не трясти, но понимаете, тут не я, не телефон не трясется, а планер трясется. Приготовьте закрылок, переставьте, не знаю, в какую сторону Клаус закрутит. Вот, вправо закручивает. Хорошо, закрыл, а тут 4. Встаем в набор. Ну, смотрите, друзья, интернет висит, не отваливается. Фантастика. О, шикардос. Шикардос. кончита. Так, друзья, был момент, когда мы потеряли Клауса. Видите, у нас, ну да, вот облака, которые висят, они висят, как раз вот на северно, на южном сходе, Монбланом. Неужели Клаус как-то туда собирается прошмутнуть. Вот Монблан за этими облаками, за него километров примерно 15-20. Ну, точно, вот Краеманблан и виден, наверное, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Клаус пошел вверх, сбросил скорость, сейчас я поменяю ракурс на другую сторону. вот смотрите, как это выглядит. Так, долина, вот это, друзья, будет спускать нас к аэродрому Акбервиль. Я понимаю, что мы будем другим маршрутам, невысокими ударами возвращаться, это, в общем-то, интересно. Крылок показывает, вот это он, он склон, а вершина за облаками, прям за облаками. Так что, дошлаждайтесь видами, когда еще, ну, я не уверен, что когда-нибудь еще, ну, прийти, давайте, в прямом филе, даже прийти, когда она будет открыть от облаков, ну, просто виды у вас сейчас, это на миллион, реально на миллион. Вот такая красота, вот видите, сейчас на северной стороне этих склонов, намного ниже облака, и, чтобы понимали, нижняя кромка две с половиной тысячи метров, поэтому летим мы сейчас несколько веселее, чем раньше будет лететь сложнее, но зато интересно, интересно маршруты ходить этим и тем же путем. Сейчас мы спустимся в долину, которая будет везти нас в Гренобль, то есть обратный путь и наш маршрут будет в сторону Гренобля. Так, впереди вот, где-то внизу долины там аэродром Эндервиль. сейчас увеличу скорость немножко. Как раз пройду рядом с Кламковым на фоне облаков. Скорость 200, вверху и текло стопил. Вот, надо было каменное величине. Не за счет того, что мы выше облаков набрали, а за счет того, что мы идем с границы Альп, Италия, Франция, где кромка была почти 3800 она была. А сейчас мы перевалили в места, где кромка облаков сейчас 2400, например. Это вот здесь в Северных Альпах довольно частое явление. Так, вот, Клаутова справа по борту. Смотрите, как он красиво летит. Во! Итак, Монблан остался. Вот он, Крулов его показывает, друзья. Вот он, Монблан, затем он за облаками. Под нами одна из долин, которая к нему ведет. Но вот соседнее усилие вот это вот, оно ведет к знаменитому Шамани. Мы пойдем вдоль вот это все горнолыжные курорты. Вот эта гряда облаков, она сейчас за скорость только вброшу, чтобы плавка не пропустить. Она ведет в сторону Гренобля. Вот мы начинали полет с Италии. Потом мы прошли вот мимо Монблана перед этим. Сейчас мы возвращаемся потихичку в сторону дома, идем по долине, которая ведет в Гренобль. Вот эта отписка, это вариометр показывает полметра в секунду, метр в секунду. У Клауса качество портовыше нашего, но как вы видите, он выпустил этот самый живодьявол. Шасси. Клаус летит в шасси. Подписаться. Смотрите, у Клауса есть канал, есть видео, где мы с ним летели на рассвете. Я его выложил недавно. Посмотрите, ближайшее видео. Называется оно на оппозиции. Там он летим с Клаусом, и там есть ссылки на канал Клауса. Я обязательно выложу. Вот он замечательный человек, просто гениальный пилот. И вот он согласился сейчас полетать с нами и поснимать контент-огонь. Во-первых, кому интересно, во-вторых, у нас съемки. Что бы вам еще такое показать? Вот это вот склон, по которому мы сейчас летим. Я как-то летал на параплане. Вот, вот с этого обрывчика я взлетал. Достаточно весело здесь гоняли на парапланчиках. Но сам склон, вот эта вот часть, вот она не рабочая. Мы сейчас придем на вот на ветреную часть, прямо по курсу мы сейчас придем вперед и чуть-чуть левее возьмем. Там где-нибудь встанем в поток. Закрыл их на 4, перекидывай. Оп! Как нас прет, я, ну, смотрите, вот как это выглядит. Я вижу Клаус, он был сбоку. Сейчас, вот он впереди, он вдоль склона идет. Идем вдоль скальничка, прет нас со страшной силой. Это к вопросу о том, что, где было брать энергию. Это вот здесь. И вот я сейчас специально вам так Клауса вижу, он пошел дальше. Я подойду. Да, он пошел на бор. Я специально вытянул немножко на склон, чтобы вам показать эту красоту этого склона. Посмотрите, как красиво. Мы преимущества с Клаусом имеем, поэтому можем немножечко вот здесь. Мы спускаемся из больших гор. Вот сейчас мы будем проходить траверс. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, это Шамбери вот справа. Шамбери вот там. Вот мы поближе сейчас к Клаусу. Там всякие облака, они нас придерживают. и мы медленно, но уверенно двигаемся в сторону в сторону массива Шартрез. Очень красивый массив, заповедник. Делают одноименный напиток Шартрез. Я его пробовал, очень вкусный. Вот. Учитель чуть ниже. Да, Клаусу вижу, отлично все. Подстроились. Вот, друзья, как выглядит набор парой. Смотрите. Я сейчас попытаюсь ему на хвост сесть. Так будет удобнее для всех. Ну и вот смотрите теперь обещанный вам кто там. Снежин. Да, это студентная школа. Вот смотрите, друзья, Шамбериевский большой аэродром. Аэродром, да. Где справа, где большие самолеты приземляются. И там берег озера, это все красиво, и зашибательски. А сейчас я вам покажу слева аэродром, где учат планеризму. Вот, смотрите, стоят планера и вот этой лебедкой выстреливают планер в небо. Дальше на вот эти кочечки и просто за смешные деньги, видите, планера летают. Затем с алебедкой стоит 10 евро, по-моему, или меньше, 8, ну совсем немного. И вот так прыг, 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 летают все спокойненько. Так, вот Клаус сейчас у вас показался на голубых экранах. Ну и честно говоря, друзья, вот если вы меня сейчас спросите, Игорь, а куда вы летите, где вы собираете высоту набирать, я бы сказал, не знаю. Потому что я вот здесь в такую погоду еще не летал. Так что вы вместе со мной, ну я представляю, наверное, мы пойдем на западную стенку, там висят облака удачные, ветер оттуда будет, 22 км в час, да, пойдем на западную стенку. Ну все, тогда все очевидно. Но вот еще секунду нажат, когда я не рассуждал, я не знал, куда я полечу. Вот с левой стороны дым, видно по дыму, что ветра сильного нет, и даже по дыму видно, что там скорее всего и поток есть, потому что видно вот дым, и он потом соединяется с облачком слева. Но поток скорее всего слабый, и наверное на западной стенке будет взять веселее поток. Впереди у нас массив Шар-Трес, и вот этот массив Шар-Трес, как вы видите, основные вершины массива открываются в облаках, высота этих вершин, ну что-то так, 2, 200, 2,300 где-то так, поэтому, в общем, низко все сегодня. Сейчас мы будем вкраситься в сторону дома, до которого 120 километров, я еще не знаю. И так что вот, сейчас я вам покажу. Вот такой вот счастливый Волков есть в таком. Где-то на этом склоне будем искать поток. И это как бы затягивает, можно сидеть, пить кофе и наблюдать. Кофе не взяли, игрища, небесные приключения. Вот мы сейчас в единственном приключении. Эти качества планера позволяют достаточно легко пересекать большие пространства и дальше находить потоки и выбираться. Вот, друзья, Клаус, я вам показываю, вот он к скалкам подходит. И где-то сейчас на этих скалках будет брать поток. Друзья, мы возвращаемся с маршрута. Во время маршрута был стрим, и стрим был прямо от Монблана. Поэтому это, знаете, такая финишная часть, что-то с какой-то камерой еще будет, что-то с хвостовой, что-нибудь придумаем насобирать вместе. Но кайф в том, что мы сейчас набираем там, где я не летал, над рекой Роной. Над рекой Роной в долине реки Роная. Ну, смотрите, друзья, какая красота. Шикарный получился маршрут. Сейчас уже почти 5 часов. Мы взлетели в 12, 5 часов в небе. Мы слетали сегодня к Монблану. от него вот так героически возвращаемся домой. Причем возвращаемся западными стенками марсива Шартрез мы прошли. Потом массив сейчас мы в Дель Веркора шли. В общем, очень красиво. Прямо. Сейчас мы уже дошли до аэродрома Абинессон. Фактически у нас почти долет до дома 75. Каких-то 75 километров до дома осталось. Вот такой просто потрясающий красотый маршрут. Огромный, конечно, хочется спасибо сказать великому Клаусу Ольману, который нас сегодня провел по нему. Потому что я бы, наверное, полетел бы по-другому, более знакомыми тропинками. У тебя с Клаусом удалось совсем незнакомыми полетать. Ну, ничто из этого не выходило за рамки обычного полета. Но просто вот я бы на западную систему сюда не сунулся. Пытался бы продавиться как-нибудь по-другому. Зато полетали сейчас в новых местах. Ну вот, друзья, пошли на переход. Видимость, конечно, отвратительная, дымка. Но просто зато места интересные. Смотрите, снизу у вас аэродром Абинессон по центру кадра. Вполне возможно, что увидите полосу. Сейчас я, наверное, чуть отойду в сторону. Ой! Попробую вам вот это нас долбануло Попробую вам крылом показать Абинессон. Специально отверну налево. Вот, сейчас перед крылом. Перед крылом аэродром Абинессон. Вот мы на него можем приземлиться, когда у нас плохая погода. Например, Клауса видишь? Вижу. А, я тоже вижу. и у нас идут грозы, мы можем полететь на аэродром. До дома у нас 73 километра. Долина ровная оставалась справа. И мы, в принципе, идем ровно в сторону нашего дома. Вот как это выглядит на панели приборов. Линия пути чуть-чуть левее. 73 километра, не хватает нам 1600 метров, чтобы до дома долететь. держи ручку. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну, вот здесь мы, друзья, не смогли бы перевальчик слева пройти, как-то так не хочется прыгать низко, и поэтому пошли вдоль этой системы склонов, друзья, чтобы заправиться энергией. Ну, так красивенько это получается. Сейчас будет очень красивый слон. Клаус их облизывает. Значит, и нам надо. О! Детеночек 23 километров в час на них будет. Очень достойный. Вот. Что впереди, что он там хочет. Он, наверное, будет переваливать куда-то. Да, он как раз здесь перевал прошел. И мы идем вдоль западной стенки. О! Как мы пошли интересно. Смотрите, друзья, вдоль вот этих облачков склаус разгоняется. Здесь сейчас ротор будет. И мы тоже разгоняемся. Но все скалы можете посмотреть красивые. 32 километров в час у нас попутный ветер. Ну и так мне даже интересно, где мы здесь будем выбираться. Но до дома у нас 61 километр. И погода кончается. В долине какое-то одинокое облако висит. Оно одно. Вот Клаус любитель приключений. Мы сделали горочку удачную. Клаус щупает. Если там чего-нибудь и мы щупаем. Обычно я здесь летаю высоко. Не так низко, как с Клаусом. Но с Клаусом вот с левой стороны как раз у нас верфор. Знаменитая стенка с западной экспозицией. мы туда наверно прилетим. Но Клаус решил чуть-чуть дальше залететь. Ну так интересно, я согласен. Там-то я все видел. Летим себе спокойненько. Сейчас где-то будем искать восходящие потоки. Ну а, друзья, обманул я вас. Той аэродром, который там был в горах, это был не Абинессон. Абинессон у нас прямо по курсу. Он как раз у нас будет запасным. Потому что город Ди вот у нас слева. А Клаус летит как раз в сторону Абинессона. Вот такая вот игра интересная. Подходим к Шклоду. Оп. Умешаем скорость. Да. Вот и по этим холмикам прыг-доскок прыг-доскок 1300 метров высота. Причем это высота, с которой мы на нашем аэродроме заходим на посадку. А здесь, видите, еще все хорошо. Клаус летит. Видимо, решил почти катать нервы нам. Весенчак. Весенчак Клаус. О. Подглубнул налево. Он на горе. Ну, думаешь? А, ну да, смотрите, да. Закрылок? Закрылок? Да, вот это он знал, что здесь поток живет. Знает рыбачить. Да, знает, где рыбачить. Так. Сейчас чуть-чуть протянем. Немножечко надо вот сюда протянуть. Ну, так мы красивенько друг напротив дружки стали. И Арбайтен. Нетерочек приличный, 27 км в час. Сдувает этот поточек. Какой-то у меня и не набор. Да, выпали. О, вот он. Вот он, оказывается, как. И Клаус тоже протянул. Ну, а зашибись. Да, и Клаус ищет поток. Чтобы понимать, что отсюда мы без потока в общем-то не выдернемся. Я бы рванул бы. Не так уж у нас пустит, а то и все плохо. Я сквался. Своё мнение у него. Рванул. Рванул. О, друзья, с правой стороны от территории как раз аэродром Абинессона. Мы идем вперед под облако. Пытаемся где-то найти. Ну, с левой стороны неплохие облачка. Я думаю, что он сейчас туда подвернет. Но вот на этом ребре вот этого склона что-нибудь же найдем. И там прикольно. Там есть аэродром в горах, на который можно приземляться на самолете каком-нибудь таком навороченном. Я думаю, что Клаус как раз туда и держит. Ну, смотрите, в каком красивом месте, друзья, Клаус нашел наборчик. Очень красивое местечко такое уютненькое. Уже и вот такие красочки такие закатные. Мы здесь немножечко набрали буквально вот, чтобы этот перевал проскочить. Класс был чуть пониже. Вот мы перевальчик. Да, перевальчик проскочили. Поток достаточно был турбулентный. Ну и дальше вот у нас дорога домой открыта. Куча облаков. На тот склон перейдем на ту сторону долинки и будем там зажигать. Сейчас посмотрим. Закрылок на минус. На двоечку. Ага. И пошли на переход. Обстановка там на той стороне долины хорошая. С этих колбиков можно будет прямо с самых низов уйти. Так что, ничего не боимся и летим. Но трясет нас знатно. Это из-за горы литерочек дует пролечить 22 кг. Ну не очень. 22 кг. Час это дует. И нас догнало каким-то ротарочкам. Высота у нас на текущий момент 1400 метров. Низенькая. Нам, чтобы пройти, добраться до дома, надо вот набрать под этими облаками и пройти все перевальчики. Можно и так низенько летать. Это достаточно безопасно. Хотя, конечно, здесь я в этих местах люблю быть несколько повыше. Клаус уменьшил скорость. Тоже уменьшает до 120. Да, и так пока лети. Скорее, все дальше будет потоп брать, когда будет потоп посильнее, пока слабенько будет. И видите, я вот по этой дорожке часто езжу. Знаю, как ее поворотик. Сейчас раз или еще. Левее подворачиваю. Левее, левее, левее. Спокойно. Скорость 120. Сейчас палку возможно закрутить. Право. И я взял ручку, закрыл их, перещелкивай. Она закручивает пал здесь. А вот здесь, друзья, внизу растут рощи грецких орехов. Вот эти вот кучи деревьев таких. Это грецкие орехи. И считается регион почему-то грецко-ореховый регион. Почему так? Я не знаю. Но прикольно. Стали в набор. До дома нам надо 500 метров набрать, чтобы лететь. я думаю, где-то здесь их и наберем. И Клаус абсолютно мудро сделал, что увел нас далеко сегодня на запад, потому что около дома глушуют дожди. Что мы сегодня очень красиво полетали, очень правильно. Выбираем. Ой, хорошо. Уже такое состояние дома. Ты понимаешь, что уже все, вот этот набор, он уже такой, скажем так, гарантированный. Ты слетал шикарный маршрут Монбла на сегодня. И просто песни. Такие завершающие аккорды теплого вечера. Я даже за потоком уже не гонюсь. Просто в принципе не надо. Так, чуть-чуть концентровываю, чтобы не опозориться плит Клаусом. Но в целом, друзья, смотрите, внизу плантации орехов. Вот это вот все орехи. Вот. С нами летает Клаус. Красиво. На хвосте у нас. И мы добираем высоту, чтобы промахнуться, перемахнуть ливни, которые ближе к нашему дому. Там поливает, будь здоров. Сварились какие-то ливни. Это мне не нравится. Ничего страшного, справимся. Вот этот набор высоты 200 метров нам осталось набрать, чтобы до дому хватило. Мы наберем и дальше помчимся в сторону дома, но с запасиком, чтобы проскочить вот эти дождевые очаги. Очаги вы наблюдаете, вот, там снег видно идет из стучек. Вот такая вот катавасия. Ну так, друзья, мы набрали высоту для безопасного долета домой. Сейчас мы прилетаем ноль в ноль, но нам нужно еще немножко метров для того, чтобы чувствовать все вообще суперкомфортно. Такой вот красивый маршрут у нас получился. Но факт в том, что Клаус может и захотеть домой, скажет, а что, еще время детское, 5 часов всего лишь. Ну-ка, давайте-ка куда-нибудь еще слетаем. Так что, друзья, я ничему не удивлюсь. Учитель он такой. Сейчас прикажут, что полетим? Да, Яков? Да, конечно. Полетим? Конечно. Если Клаус. На 5 часов. Да. Доброох Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok